Для чего Азербайджан заходил на эти территории? Какая у него могла быть цель? Вот взять кусок дороги, которая ведет из Армении в Армению. Зачем? Чтобы там, я не знаю, травы собирать? Чтобы там что делать? Чтобы двигаться 100 метров в эту струну, а потом 100 метров обратно? У того, чтобы забрать кусок дороги, там квадратный, не квадратный, а погодный, метр даже этой территории, может быть только одна цель. Это давить на армян этим способом, использовать эту дорогу как предмет давления армян. Другой, на армян, на армян Армении в данном случае, другой цели у захвата этой дороги не могло быть. Просто она больше ни для чего Азербайджану не нужна. А власти Армении не понимали? Азербайджану не знаю, что понимали власти Армении, но с самого начала, как только они взяли вот эти вот территории, вот эти вот дороги, какие-то другие территории на границе, совершенно очевидно, для чего они это будут использовать. А для чего еще они могут использоваться? А для чего еще они эти территории взяли? Для того, чтобы давление на армян оказывать. И это будет происходить, будет происходить все время. К этому надо было быть готовыми, надо сейчас быть готовыми. Я думаю, что власти Армении не очень много способов этому противодействовать, не очень много козырей, скажем так, после проигранной войны, козырей в руках. И каким образом можно было влиять на такого рода передвижение? Было заявление. Но неважно. Они зашли туда, куда могли зайти, и взяли столько, сколько могли взять. Иногда могли и захотели тут одно и то же. Это во-первых. Во-вторых, азербайджанцы говорят, мы выходим на границы Азербайджанской ССР, какая она была. А где эти границы проходят? Это Аллаху ведомо. И вот тому, что опять же по неизвестной мне причине называется, и в армянской, кстати, в азербайджанской прессе, GPS. Причем здесь GPS не знаю, но карты, которые, карты Генштаба, да, реально, которые есть, они трактуются с Азербайджаном таким образом. В некоторых местах даже и этого нет. Некоторые территории, которые Азербайджан занят, они никогда ни по каким картам Генштаба не принадлежали Азербайджанской ССР. Неважно. Азербайджан эти территории берет. Сопротивляться этого, мы видели, как этого сопротивляется. Заходит вооруженный отряд, и с ним, с этим вооруженным отрядом беседует какой-нибудь гюкопед, сельский староста. Или какой-нибудь пастух и так далее. Почему так? Понятно, почему так. Потому что, ну, ясно, ну, можно, наверное, в ответ выслать свой отряд. И, там, противостоять этому, и будет, там, какая-то перестрелка. Во что эта перестрелка вылится, если учитывать современное состояние армянской армии и современное состояние азербайджанской армии, поствоенной, да. Вопрос, по-моему, достаточно ясный, да. Соответственно, происходит то, что происходит. И думать, что Азербайджан эти возможности будет использовать для чего-нибудь другого, кроме как давить на армян, мне кажется, странным. Что Азербайджан хочет? Глобально, не только в связи вот с этим конкретной вещью. Ну, вообще, все это давление от давления дискурсивного, это бесконечные заявления Алиева о том, что Карабахский вопрос решен, там, я не знаю, какие-то троллинги какие-то, которые постоянно разговаривают. Да, Азербайджан – это пистолетический азербайджан. Да, да, вот это вот подростковая всякая-всякая риторика. Это все от этого до работы на международных различных площадках и до давления, которое оказывается на земле, что называется, путем всякого рода вооруженных акций. Хотят они, а, договора, то есть они хотят бумаги, которую можно, подписанную между Арменией и Азербайджаном, которую они смогут предъявить в Азербайджане, а может быть, еще где-то, как признание территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Арцаха. Нишнюю территорию Арцаха. Нишнюю территорию, да. Это они хотят. И коридор. Опять же, тоже слово, вокруг которого много копий ловается. Под коридором я имею в виду дорогу из основной материковой, так называемой, части Азербайджана в Нахачеван и далее в Турцию через территорию Армении, через юг, безопасность которой и охрана которой будет осуществляться не армянами. То есть она будет обладать некоторыми признаками экстерриториальности. Вот сейчас основные азербайджанские стремления, они в этом находятся. Ну а дальше, ну так сказать, посмотрим эти, их аппетит, он может увеличиваться во время еды, как это обычно бывает. Ситуация такая, которую вы описывали, она была с окончания войны. Ну хорошо, но можно сказать, что с начала 2000-х, когда Азербайджан немножко встал на ноги после того своего поражения. Перестрелки на границе были все время, время от времени возникали эксцессы более серьезные. Да, это были диверсионы, акты, мы помним, как вертолет был подбит. Иногда это выражалось в более серьезные акции, как то эксцессы, как угодно, да, как то 2016 год. В 2014 году было серьезное остановление, потом в 2020 году, я имею в виду того уж, а не войну, которая была, не 44-х годов, не войну. Это было все время, граница просто была в другом месте. И те сводки, которые до нас доходили, они до нас доходили не из Гориса и не из Капана, а они до нас доходили из Бардакерта или района Городиза и так далее. Там еще есть структура, население разное, та территория, которая не была той плотности и так далее. Время от времени были на Нахичеванской стороне столкновения. Постоянно там тоже происходило с Азербайджанской стороны, я имею в виду с Нахичеванской, подготовка. И строили соответствующие дороги, и укреплялись эти территории приграничные и так далее. Это все время было. В этом смысле ничего не изменилось. Почему? Потому что Карамахская проблема как существовала, так и продолжает существовать. Стало хуже для армян, в том смысле, для армян и Армении, и НКР. В том смысле, что это все стало гораздо ближе, это передвинулось на сотню, иногда больше километров в сторону Армении. Армении, да. Это изменилось. Но то, что там происходит, это примерно то же самое, что и было. И пока Карабахский конфликт существует, проблема пленных, она не в тех размерах совсем, как это было, потому что прошла война. Но и до этого азербайджанцы попадали люди, когда в плен, это иногда заканчивалось ужасающим совершенно образом. И сейчас это так. То есть степень изменилась просто потому, что прошла война, а в том, что происходит, ничего нового нет. У Азербайджана как была, так и есть цель давить на армян с тем, чтобы добиваться своих целей. О том, что война будет обязательна, ну обязательно я бы не сказал, я бы не сказал, что она, возможно, вот прямо сейчас, на сегодняшний день, широкомасштабную войну, я бы не думал, что это реально. Но вообще, конечно, опасность войны есть. Она была до этого, она иногда была меньше, иногда была больше. То есть опасность третьей Карабахской войны есть? Опасность третьей Карабахской войны, да. Ну тогда это была опасность второй Карабахской войны. Иногда ее, там сразу после первой войны и до начала широких вот этих серьезных нефтяных проектов, до Эрдогановской Турции, в первый период Эрдогановской Турции, с меньшими азербайджанскими деньгами и так далее, ее ожидать можно было с меньшей вероятностью. Но чтобы исключить полностью эту вероятность, нет, никогда так не было и сейчас. Но первая часть вашего вопроса, которая имеет непосредственно отношение к нашей миссии, да, я сам так говорил, все зависит от временного периода. Действительно было время, когда Азербайджан не был готов к войне, и когда ситуация была таковой, что широкомасштабную войну представить было сложно. Но потом начало приходить время, когда Азербайджан, ну, применял довольно серьезные усилия. В 16-й год очень много чего показал. Вот то, что было до 16-го года и то, что было позже 16-го года, наверное, нужно делить. В 18-й год много чего. Он изменил ситуацию в Армении. В 18-й год, я имею в виду революцию, приход к власти новых людей и смену некоторых ориентиров в армянских элитах и в обществе. То есть ситуация менялась. Она не поменялась за один день. Она не поменялась резко. Я не знаю, трудно мне сказать, можно ли было этой войны... Вот, давайте так, я не думал, что этой войны можно было избежать. Потому что Азербайджан к ней готовился по-серьезному, начиная где-нибудь с середины 2000-х, до нулевых, там где-то с 5-го, 4-го, 5-го, 6-го года. И он готовился к этой войне достаточно серьезно. Но она могла бы быть по-другому, если бы все эти обстоятельства не сошлись, которые сошлись тогда, да, вот в прошлом году. Она могла быть отложенной. Она могла бы закончиться другим образом. То есть это была ситуация, которая постепенно вызревала, которая постепенно меняла реальность, а армянское общество оставалось в предыдущей реальности. Оно воспринимало ситуацию в значительной степени мифологически. Не только общество, в смысле люди на улицах, но и элиты, но и люди, которым об этом нужно думать по должности. И аналитики, кстати, и так далее. То есть это не было такое, что вот шло-шло-шло, потом ба-бах, и сразу все стало ясно. Я помню момент, например, когда мне лично это стало ясно. Когда я стал понимать совершенно четко, что война будет, и она будет достаточно быстро. Это было после того, что случилось тогда в Азербайджане, кстати, а не на линии соприкосновения. После этого я понимал, что вероятность этого чрезвычайно велика, давайте так интеллигентно скажем. Но реальность эта, она не изменилась сразу, она менялась постепенно. И были периоды, когда то, что вы говорите, было в значительной степени правдой, а потом это становилось правдой все меньше и меньше, и дошло до того, до чего мы нашли. А отреагировать не смогли. Если раньше на Южном Кавказе, за исключением Грузии, по-настоящему серьезной силой внешней такой крупным актором была Россия, то теперь их двое. Россия и Турция. Ситуация изменилась, и Азербайджан может заниматься комплементаризмом в таком армянском духе, в прошлом армянском духе, в котором время-то времени можно позволять себе то, о чем вы говорите. Но есть и теперь азербайджанцы, они в этом смысле армянизируются, в том смысле, что они превращаются в армян в времен победы. Вот это вот шапка закидательства, вот это представление о своих возможностях, оно выходит на повялость. Что раздражает внешних игроков, оно раздражает и Россию, представьте себе Турцию тоже. У меня, я не могу об этом говорить, называя там какие-то имена и даже факты. Ну, в общем, я встречался в своем взаимодействии с турецкими коллегами, я встречался с таким раздражением тем, каким образом Азербайджан себя ведет в последнее время. Есть это. Но я бы не стал это переоценивать. Вот насчет глубины этого, ну хорошо, но всем все понятно, и в России тоже всем все понятно. И хотя Азербайджан раздражает, но делать из этого какие-то сверхъестественные выводы, как это обычно обсуждается в фейсбуках, там перекидываться с одной стороны на другую и начинать какие-то сверхдействия по этому поводу, конечно, Россия не будет. То, что делается сейчас, делается между Россией, Азербайджаном, Арменией, Нагорным, Карабахом и так далее, что турецкие интересы здесь напрямую или обосредованно, обязательно есть. То, что взаимодействие это происходит с расчетом на то, что турки на что-то согласятся, а на что-то не согласятся, этого просто не может не быть. Это, повторюсь, я не знаю в какой форме, но это, в общем, не очень интересно. Но какого-то учитывания позиции Турции и готовность или неготовность Турции на некоторые шаги, это часть той игры, которая идет сейчас. То есть ты более склонен к тому, чтобы взаимодействовать, когда твой соперник, или твой визави, или твой, я не знаю, контрагент, обладает ресурсом, а никогда вот этим ресурсом не обладает. Ты с тем, с той стороной, с тем контрагентом, который обладает большими ресурсами, ты вступаешь во взаимодействие, и ты готов на некоторое взаимодействие, просто потому что ты с ним сидишь за столом переговоров, и у него есть какой-то ресурс. Когда у него этого ресурса нет, ты обладаешь большим, а ты обладаешь большим ресурсом, ты обладаешь большим желанием на него давить, а не разговаривать с ним, ну пусть не как с ранным, а как с твоим партнером, да, по переговорам. Вот сейчас ситуация такая. После этой войны еще больше слился турецкий интерес со збонянским интересом, а Армения гораздо сильнее ослабла, и у нее гораздо меньше возможности за этим столом что-то предложить. Ибо, когда ты ведешь какой-то вот такой процесс, у тебя должно быть что-то, нечто, что ты можешь отдать взамен на то, что ты можешь получить. У нас очень мало того, что можно отдавать взамен. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.